Кобальт. Американская корпорация, чья деятельность заключается в экспериментах над людьми, цель которых – создать бессмертие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думаю, есть тайзер, есть тайзер К стене Ты можешь затайзерить, его я листовую? Он в наручниках Мне нужно объяснить, за что я его сажать в тюрьму буду Он просто не слушается, он не в адеквате Мозг. него с сотрудника за то что вы оскорбляете меня у курыша Это не совсем приятное и неадекватное поведение в тюрьму Вы сейчас, наверное, задаетесь вопросом А что это за вступление такое на 4 с лишним минуты? Это небольшая предыстория ситуации, которую вы должны будете видеть в полной мере, но вы ее уже увидели, поэтому нам уже время отправляться на жалобу. Убедительная просьба, если вы невнимательно смотрели эту предысторию, то, пожалуйста, пересмотрите ее, я даже некоторые метки сделал в виде текстов, чтобы вы понимали, что происходит и кто что говорит. Если кому-то все же лень, то я вкратце объясню. Я зашел в квартиру, потому что услышал голос, который недоволен тем, что у него в квартире помимо него еще два человека, которых он точно не хочет видеть. Я попробовал свести конфликт на нет, но человеку нужно было кого-то развести на пострелушке, я на это, конечно же, не повелся, и он, помимо того, что он проник на чужую территорию, также отлетел за оружие, которое он оставил на начальника полиции. Сразу после этого на экранах появились два дополнительных болванчика, один из них администратор, а точнее донатный овнер, а другой просто придурок на випке. Они все втроем, вместе с админом, который разбирает их ЖБ, будут пытаться делать следующее. Перебивать, оскорблять, обманывать администрацию, нарушать админа бус, а также пытаться стакать у меня нарушения. Причем оскорблять еще будут пытаться так, чтобы это не попало под нарушение правил. Нейл, ты тут? Стой. Да, да. На тебя ЖБ это? Давай, давай. Ну и на че там ЖБ? Мне вот очень интересно, что на этот раз? Че такое? Смотри, скажи мне, пожалуйста, причину своих действий, когда два гражданина и Санчес, и Крампус более в квартиры, Нет, 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 Крампус не был в квартире, я был с Майготом в квартире. Маш, его тоже так нечем. Да, Майгота это мой товарищ. Да, я с ним был в квартире. И кого он сажает тогда в тюрьму? Майгота он сажает. И потом Крампуса еще я посадил. Ну Крампуса понятно за что. Хорошо. А Майгота за что ты сажаешь? Крампус, ты не понял, за че? Чат почитай. Майгота я посадил за незаконное проникновение на территорию частную другого человека. Помимо этого он на меня оружие наставил, я действовал тактично. А, он на тебя оружие наставил, и ты действовал тактично. Ну да, я не доводил до перестрелок всяких. Он, ну, втекает. Просто дождался удобного момента, когда он оружие уберет и заковал его в наручники. Ну, дарил тазером. Да, 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 я тебе скажу. Стоп, подожди. А почему ты не разобрался, не узнав у, допустим, у Санчеса, что Майгот это его товарищ, который сидел в квартире у него? Ну, так мне говорит хозяин квартиры о том, что к нему ворвались двое человек, пришли, которые, ну, точно нежданные гости. Кампусы исключаемые из-за разборки. А кто врет-то? Он мешает просто своими выкриками о том, что я вру. Смотри, получается, вот мы были в квартире, получается, забегает он, ну, нам говорят выйти, но мы выходим спокойно. Потом он стрелил Майгот от айзером, получается, он нонерп от айзер, потому что он нифига не сделал. И, получается, говорит ему лицом к себе и сажает его в джайл. Так, а в чем проблема-то? Человек зашел на чужую территорию, хозяин, который против этого. Ну, смотри, вот, ты читал правила вообще сервера? Причем правила сервера? Я руководствуюсь на полицейском, в первую очередь, законами города, а потом правилами. Я делаю все в рамках правил. Подожди, он вправе посадить за проникновение на чужую территорию. То есть, то, что я говорил, что на меня оружие наставили, это вообще шутка, да? Это шутка. А на демонстрации-то видно, что вы вышли? Да, там видно, что мы вышли спокойно. А когда они второй раз вернулись, почему ты не говоришь об этом? Давай демку посмотрим, пойдем. Прапор, пошли, я готов тебе демку покрывать. Да, хорошо, давай, первый общий, заходи, пожалуйста, и мы посмотрим демку. Да, ты, прапор, я тебе могу проспойлерить. Изначально они там были, потом они вышли, потом обратно зашли, потом еще раз вышли. И за это все действие он успел этот челик на профессии оружие подержать, наставив на меня. Вот, я это посчитал для себя угрозой, потому что это не госсотрудник, а просто какой-то для меня гражданский, который с дробовиком стоит на меня, смотрит. Смотри, Нейл, второго проникновения не было, а у тебя фритайзер, и ты еще фриаре сделаешь. Так у него же оружие было. Смотри, не знаю, где там второй раз, он демку предоставил. Там видно, как, ладно, они не с первого, но фиг с ним, там со второго раза или с третьего тебя подслушали. Оба вышли из помещения. Ты стоишь с наручниками, достаешь тайзер и тайзеришь Майгота и сажаешь. Ну, там же оружие видно у Майгота, которое он наставил специально на меня. Так у него лицензия есть, что ты ему сделаешь. И что? Ну, это лицензия не дает права наставлять на начальника полиции оружие на ровном месте. Особенно, когда ты ворвался в чужую квартиру, ты еще стоишь на челик, а на полицейском оружие наставляешь. Лицензия не дает права этого делать. Давай начнем с того, что ты первый на него оружие наставил. Давай начнем с того, что я зашел в квартиру, где человек негодует от того, что у него в квартире два каких-то левых игрока. Хорошо, я другой вопрос тебе задам. Какого хуя ты занимался другой темой, а не сразу, блядь, закол наручники Майгота? Ты решил побегать в квартире, пообеседовать, я так понимаю, с владельцем, но ты хер положил на то, что товарищ стоит просто в открытии с дробовиком, даже если по твоим словам судить, тупо стоит с дробовиком, ты ничего не делаешь. Но ты решил, когда он убрал оружие, они вышли с помещения, и ты решил его только тогда затейзерить. Ну, потому что я умный, я не буду на вооруженного человека с дробовиком в упор лезть. Какого хуя ты не учел этот факт? А чё, какого хуя ты вообще тогда, блядь, не испугался за свою жизнь, когда их двое танк, которые могли тебя убить? Я чё-то второго с оружием не видел. Какая разница, ты должен был уже яйца свои спасти и убежать тогда оттуда, если вот так вот... Я зашел туда изначально с оружием, и он достал оружие в ответ. Я понимаю то, что у него феррерп расширенный, но все же. Ну... Ты не попросил его оружие убрать, ты занимался другими делами. В смысле, не попросил ты демку чем смотрел? Ты без звука ее смотрел? Короче, э... Он попросил оружие убрать, но мой год потом убрал оружие. Не потом, через время. Он не занялся, он не занялся человеком, который был с оружием. В смысле, не занялся? Он не дал предупреждения никакого. В смысле, не занялся? Вот ты не подошел к Майготу, не сказал там, блядь, есть ли у вас лицензия на данное оружие. Ты этого не сделал. Ты побегал вокруг, потом только решился им заняться, когда он уже, блядь... Блядь, ты головой думаешь? Нет, я захожу в квартиру, вижу двух челиков левых, против которых как раз-таки владелец настроен. Я захожу туда изначально с оружием, потом один из этих челиков тоже достает оружие. Че мне, лезть с ним стреляться на рожон в упор с дробовиком? Головой думай хоть немного. Я дождался, пока он уберет оружие. Еще, пожалуйста, общаться. Мне еще, знаешь, я сейчас угораю с него просто. Оп, смотрите, какие двойные стандарты. То есть админ может задавать вопросы игроку в стиле, какого хуя ты вот это делаешь и вот это вот не делаешь, а игрок тем же самым отвечать не может. Или он не догоняет? Ты, по-моему, правосудие, которое должен решать такие вопросы, а не хуй класть и бегать по квартире. Так, а ты чем демку смотрел? Я же его посадил в итоге. В смысле правосудие? Ты че, блядь, еб... Он не догоняет, ладно, Саня, че ж... Что не догоняет? Ты мне нормально объясни, что я сделал не так. Я увидел челика с оружием, который ворвался в чужую квартиру. И решай уже с высшей администрацией. Хорошо, у тебя на НРП еще выходит. Хорошо, хорошо. Где на НРП тут? Ну, не здесь. Че, совсем не нормально? В админ-зоне на НРП как-то нарушишь. Мы когда бежали, вон там вы меня провоцировали тем, что я накуренный, укуренный и так далее. Кто тебя провоцировал? Вы вдвоем. Демонстрация есть, Саня? Демонстрация. Ну так он демку писал. Пусть смотрит. Дальше. Он так нет, у тебя демка есть? А почему ты демку запрашиваешь в кого-то? В смысле запрашиваешь? Он сказал, у него есть демка, в чем проблема ее посмотреть. Ты сейчас перескакиваешь с темы жалобы, зачем ты... О, а меня типа поочередно каждый будет перебивать? Или вы все-таки, может быть, успокоитесь и меня послушаете? Что нет, что по факту? Ты меня послушать можешь, а не перебивать и сыпать претензиями? Все. Рот, тише, сделай. Рот, тише, на заднем плане. Сделай перед тем, как разговаривать. Да, ну у тебя неадекватно все, понял. В смысле, блядь, неадекватное общение? Чел нахуи начал перескакивать. О чем речь? Выключи свою хуйню, блядь, толбоем. Не надо, не надо, не надо. Дай тебя в рот, ебал, гнида. А, я покинул. Ой-ой-ой, оскорбление администрации. Так, и что дальше? Хочешь я тебе откуп дам 10 тысяч? Слушай, слушай, прапор. Хочешь я тебе 10к, дам, и будешь дальше слушать до завтра, а? За оскорбление администрации. Ты сейчас слышал, что ты мне в сторону и сказал администратору. Я тебя ни разу не оскорбил, заметь это. Нет, искал долбоеба, у меня это на демке есть. Давай, жду, бля, покажи мне демку. Ты хочешь сказать, этого не было? Тебе же быстренько сказали заткнуться, что обман, вы что, ебнулись? Смотри, ты не являешься админом, мне дадут максимум ничего. Хорошо, подожди, а если я прямо сейчас админом стану? Ну, встань админом. Хорошо. После того, как банк. Подожди, не, в смысле не встанешь админом, вот подожди, меня не банят и посмотрим. Так ты нарушил, что тебе не банят. В смысле, а что я нарушил? Бан, и все. Потом встанешь админом и покажешь свою домку, меня снимут, окей. То есть ты согласен уже на снятие? На снятие нет. Ну ты сказал, что меня снимут. К тому же высшая администрация будет решать, что со мной делать. А если я буду высшей администрации? Да, он знает, что ты меня первая скорбей. С тобой ничего решали, с тобой делать ничего. Да, я знаю. Да, я знаю. Так что-то дальше будешь адекватно общаться или так же хуе будешь валять и слушать, как мне перебивают? Нет, мы с тобой адекватно общаться не будем, а печенька, печенька, смотри. Здорово! Ты пытаешься доказать, блядь, ты сейчас откроешь рот еще раз, иди дам выводам муту. Оу, брат, брат, лучше б ты к нему не лез. Рапор, побойся бога. Чего побойся бога? Понимаешь? А ему... Он сейчас нажал, что просто всех оскорбляет и хуйка... Далее вы услышите лексику, которая будет не очень приятна некоторым людям. На самом деле, я еще не до конца понимаю, жаль мне или не жаль, то что я сказал какие-то конкретные слова, которые я раньше презирал вот этим вот людям. С другой стороны, будь я обычным игроком, меня бы просто перемололи и выкинули нахуй, а потом поспешно бы забыли, иногда вспоминая, как они забанили какого-то дурачка и развели его на кучу нарушений. Причем попутно они его обосрали, а он им ничего не мог сказать в ответ, а если и говорил, то это еще плюс нарушения. Если отталкиваться от этого, то я сделал все более чем правильно, админ мне просто необоснованно берет и затыкает рот уже при других челиках, его же друзья начинают меня обзывать и перебивать, он на это закрывает глаза. Просто мне попалась максимальная гниль в этот раз, ребят, ничего не скажешь, просто слушайте. Кипала, закрой, мразь! Абдристанная, сука! Сколько я тебя терпеть буду, тварь, блядь, недоношенная! Сколько, сука! Ах ты жопа, ты, блядь! Там уебок на заднем плане орет, гнида, а? Иди его, сука, затыкай! Мразь, алё, блядь! Неадекватная, сука, свинья ебаная! Скрипач ты драный, блядь! Да, скрипач драный, еще чему-нибудь пиздани, Абдристанный прапор, сука! Я тебя ебал в рот, ты понимаешь? Прямо по горло тебе всовывал! Я тебе гланды выдирал хуем, мразота! Ты думаешь, что-то у тебя не найдется слов, блядь, других, что ли? Да, не найдется! Ты мне, сука, одно и то же спамишь всю жалобу! Как у тебя может что-то найтись, долбоебище? Артур, хорошая видеокарта новая, я заценил! Спасибо, солнышко! Боже! Живой, живой скрипач, ё-моё! В смысле, полонный придурок, блядь! Заткни ебало, нахуй тебе слово, я не давал, ты понимаешь? Нет, сука? Ты сидишь, душишь всю жалобу, ублюдок! Кто тебя душит? Ты демонстрация! Ты душишь, сука, всю жалобу! Ты слепой хуесос, который не увидел, как они нарушили правила города, которые я пресек потом! И потом ты начал, сука, как чмо охуевшая со мной разговаривать! Гнида, слепая, закрой нахуй рот свой! Он мне показал, когда вы в доме стоите уже... Чё ты горланишь, сука? Чё ты горланишь, тебя рвёт, сука, да? Слепая гнида? Ответь нахуй! Ты жопой, сука, демку смотрел, ты понимаешь? Нет кусок дерьма ебаного! А тебе ещё вот эти два долбоёба поддакивают! Какие два долбоёба? Блядь, я тебе объясняю... Вы два долбоёба вместе с этим третьим! Зачем ты меня оскорбляешь? Потому что ты этого заслуживаешь! Зачем ты меня оскорбляешь? Затем, что ты это заслуживаешь в полной мере! Потому что ты, сучара, ебанутая, которая сама начала на меня первым ебало открывать! И тебя потом вот этот вот челик остановил, блядь! Потому что якобы это может быть нарушением правил! Закрой нахуй рот свой, падла! Пока я тебе туда хуй не приехал, не в сумму! Не надо, не лезь! Не лезь, Санчис! Да, не лезь! Тебя вот этот долбоёб остановил, но ты всё равно успел сказать долбоёб! А потом, когда я тебе ответил, вы мне сразу решили приписать оскорбление администрации! Ну вот видишь, киваешь, правда! А что вы за шор? Извини, скрипач, то, что я увидел на демонстрации... Пошёл нахуй, сука! Пошёл нахуй! Я не буду тебя вообще слушать, выблитка, ты понимаешь? Да не слушай, блядь! На натуре! Но если я видел на демонстрации то, что есть, блядь... Да, блядь... Ты беспросветный еблан! Закрой нахуй рот свой! Ну, конечно! Конечно, блядь! Что ты? Больше ничего не можешь сказать! В общем, ты думаешь, ты спокойно так можешь оскорблять людей, я не понимаю, ты реально... Ты не человек, ты понимаешь, сука? Нет? Я не человек? Да, ты не человек! Ты не человек! Санчез, стой! Санчез, стой! Ты не человек! Санчез, стой! Артур, расскажи ситуацию! Хорошо, я захожу за полицейского, за начальника полиции, за которого я сейчас, с оружием в руках, потому что я слышу крики недовольного горожанина, у которого в квартире два нежеланных гостя. Они ничего такого не делали, вот. Я захожу туда с оружием, потому что что-то неладное. Это как раз-таки угловая квартира, двухуровневая, рядом со старым въездом в город. Вот, затем мне объясняет горожанин, что случилось, к нему зашли два нежеланных гостя, опять же он об этом говорит, и я, получается, как бы с оружием стою, спрашиваю, кто забрался в квартиру чужую. Он мне показывает на двух человек. Вот, мой год был и, кажется, другой человек. Санчез, пожалуйста, да я высушу ситуацию, Санчез, пожалуйста, отойди. Да, был Санчез и Майгот был. Ну вот, Санчез и Майгот. Вот, не перебивайте. Вот, я спрашиваю, типа, а что, давайте, типа, решать, в чем дело. Я же стою с оружием, у челика на этой профессии ФРРП расширенный до двух человек, он достает на меня оружие в ответ. Я понимаю, что против ДБ я особо не вывезу вблизи и, как бы, дожидаюсь. Выключу, честно, я знаю, хуйня, блядь, 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 блядь. Пиздак, захлопни свой там нахуй, ты, гнида. Закрой нахуй рот свой. Я не перебиваю. Закрой нахуй рот свой, зачем ты со мной разговариваешь-то? Уйди, Санчез, открикал подайся на туру. Хорошо, я пойду поговорю с человеком, вы не против? Уйди нахуй отсюда вместе со своим выявьем. Вот, я, как бы, пытаюсь по-умному сделать, потому что я, как бы, один, а там челик с ФРРП расширенным, плюс челик с дабл баррел, а у меня из снаряжения МП5 и ЮСП. Я дожидаюсь, пока весь этот, типа, конфликт и ситуация вся спадет на нет, градус понизится, чтобы я по-быстрому раз тазер достал, хлопнул и заковал наручники. Потому что они ворвались на чужую территорию, вот. Ну, даже, грубо говоря, не ворвались, а просто проникли на чужую территорию, против этого выступал владелец, вот. Помимо этого, чел на меня достал оружие, наставил, причем в тот момент, когда я говорю, типа, давайте решим все. Он достает оружие на меня, направляет специально и говорит, ну, давай, типа, решай. Он, конечно, хотел постреляться, я, естественно, на поводу не пошел, вот. Первый раз я их прогнал, вроде бы нормально все, они вышли. Потом зашли еще раз и вышли снова. И у меня все равно есть причина человека арестовать. Он достал оружие, понятно, при каком контексте он пытался угрожать мне этим оружием. Ну, и плюс ко всему он проник на чужую территорию. Я сажаю его в тюрьму, меня начинает провоцировать Санчес и... Мой год, там только двое было. Ребят, я, правда, не знаю, как это работает, но просто посмотрите на то, какие они стали терпеливые и разборчивые в этой ситуации. Один так вообще чуть ли не расплакался после того, как ему не понравился мой формат общения в ответ на его оскорбление. Один админ меня перестал затыкать, другой просто заплакал. Ну, че сказать, прям даблдаун какой-то, блин. И Крампус, кажется. Да, и Крампус. А где Крампус? Где? Где этот Крампус? Крампус, он, этот, торговец. Где этот еблан? А, он вышел, по-моему. А, он вышел, типа, по-быстрому. Он ливнул, да, щас. Его Санчес забрал, Санчес, а шо Крампус, куда он убежал? Не знаю, он ливнул, по-что, как он умер. Потому что он обосрался, сука, с подливой. Вот. Они начинают меня, короче, провоцировать тем, что, типа, вы укурины полицейские, вы укурок и так далее. Чат можешь почекать, там так и пишется. Вот, даже сейчас полистаю. А, тут дохуя всего от Крампуса, кстати. Вот, я сейчас ищу. Вот, Крампус пишет, укурыш. Я это считаю за оскорбление госсотрудника и сажаю его в тюрьму. Вот. До этого я посадил уже май года, за проникновение на чужую территорию. Пока мы бегали, получается, вот в той, где-то, части города, рядом с полянкой, типа, где лавочки и деревья. Прям центр города, центр, центр, центр. Чуть-чуть за вышкой. Пробегает вот это ебло и говорит о том, что, да, типа, подожди, стой, кому-то говорит, что я его сейчас сам заджайлю. Помолчи, Санчес. В РП профессии. Если это МГ. Не, МГ там, когда ты умерший говоришь, а это на НРП. Затем меня забирают на жалобу. Мне начинают накидывать претензии всякие, касаемо того, что вот я такой хуёвый и я плохо отработал за полицейского. Причём он знал, типа, ситуацию всю, то, что я за полицейского увидел человека с оружием. Я ему изначально сказал то, что я, сука, всё сделал по уму. Ну, вместо того, чтобы он послушать меня ушами, он слушал меня жопой или не слушал вообще. Они ему рассказывают то, что вот, я про то, какой ты хуеглот. Дальше. Мы продолжаем разговаривать, касаемо этой ситуации. И выясняется то, что я его всё-таки посадил в тюрьму, этого челика с оружием. Я всё-таки пресёк проникновение на чужую территорию. А мне начинают в ответ говорить то, что я хуёвый полицейский. И, как бы, формат общения меняется с обычного такого адекватного на вопросы в мою сторону. Какого хуя ты ничего не сделал, когда он только достал оружие? Я ему говорю, а какого хуя ты меня не слушаешь? Я же тебе сказал то, что я всё по уму сделал. Так, чтобы никого, ну, не пришлось там ни убивать, ни стреляться. Вот. Затем Санчес уже переходит на оскорбление от долбоёб. И у меня это на демке сохранилось. Он хотел это отрицать, когда я сказал то, что у меня это есть на демке. И его прапор быстро... Да, да, блядь, ты надеялся, что у меня не будет демки, ебанат. Ты надеялся, сука, дебила, кусок, что мне не будет блядской демки, чтобы доказать то, что ты обосранный хуесос. Можно, пожалуйста, лучше скажи? По одному, по одному. Смотри. Смотри, у него так же на демке, у него так же на демке видно, если я говорил, что... Я не отрицал именно, что я не говорил такое, я сказал, на демке посмотрим, если захочешь. Я ему так сказал, может, пускай пересмотрят. Ты надеялся с самого начала, что у меня не будет демки. На демке ж у кого-то точно описалось вот это отскорбление от... Да, да, у меня тут пишется, это не... Сейчас ты к чему-то. А чё к чему? Ты же ходил демку смотреть? Нет, не таки... Я тебя просил демку пойти посмотреть, которую они записали. Там, где видно, что он нарушил на НРП. Я посмотрел на демку, там совершенно другое то, что ты видел. Ты сам в конце, только его, бля, они показали, как ты спиной еще стоишь к вооруженному человеку. Вот с чего началась демка. Вот с чего какого момента я смотрел. Мало того, что ты, сука, слепой, так ты еще и тупой, как пробка. Ёб твою мать, блядь. Это просто пиздец, ты понимаешь, нет? Тебя, сука, наебали, как лоха последнего, показав какую-то обрезанную демку оттуда, где будет выгодно смотреть им, блядь. А ты поверил, сука, и начал меня пытаться тушить, блядь, вместе с ними перебивая. Сука, как с тобой после этого как с нормальным человеком общаться, блядь? А с тобой-то тем более, пидорас. Я вообще даже в мыслях не было мне тушить. Ты договорил меня? Да, вы этим, блядь, и занимались всю жалобу, сука. Вы меня слушать не хотели вообще нихуя. Ты договорил? Нет, я буду разговаривать, пока мне не надоест, ты понимаешь? Нет, либо пока у меня микро нахуй не откинется. Понимаю, хорошо, все, можно, пожалуйста, я скажу сейчас? Зачем? Что ты хочешь сказать? Что ты дельного можешь сказать? Что ты можешь сказать дельного? Ты лучше достань, блядь, пулемет и начни в меня еще раз стрелять, как это было пять минут назад. Давай, блядь. И начинаешь нам говорить, чтобы мы вышли из дома. Какого фига, блядь? Мы заходим на чужую территорию, хотя тот человек сам нам двери открыл. Ну вас подставили, ПРП. Вас пустили домой и вызвали ментов, грубо говоря. Можем посчитать это, как будто полиция закрывает очередной план на домушников. Вот вы попались типа как домушники. Вас пустили домой, вызвали ментов, сказали, а вот они ко мне домой пробрались, вот и все. Да, вас в принципе могли подставить. Но если так все было, как рассказал Артур по ПРП ситуации, и еще такой вопрос Артура, а ты на двери там брал орден или они открыты были? Нет, они были полностью открыты, ордер ни к чему. Да и зачем ордер, если я не обыскиваю квартиру? Ну я понял, понял. Но смотрите, если вы слушаете рассказ Артура, если слушать рассказ Артура, в принципе, у него нарушений нет, так как он... Ну вот если, смотри, Артур, ты же арестовал Майгода, да? Через минуту 2-3, правильно? Да, да, да. А смотри, он не умер, как бы, чтобы у него новая жизнь не начал? Если он не умер, в принципе, ты его правильно арестовал, ты запомнил? Нет, он не умирал, он не уходил туда, понимаешь? Он раз, выбежал из этого дома, на пороге немножко постоял, обратно забежал и опять вышел. Смотри, Артур, почему ты тогда меня не арестовал? А ты на меня оружие наставлял, нет? Ну нет. Ну нет. Хуй тебе в омлет, вот поэтому я тебя не арестовал. А он вкусный? Ну, я не знаю, попробуешь, скажешь. Ты не сделал ничего такого угрожающего жизни полицейского, чтобы тебя арестовывать. Я могу просто обойтись устным предупреждением. У Челика было оружие, я решил сделать так, как вот обойтись типа малой кровью. А ее вообще, блядь, не оказалось. А Челика арестовал. Сука, я об этом говорил 10 минут, блядь. А этот ебанат ливнул, кстати говоря. Он еще и это говорит, что-то типа родителей, ну, родственников на что трогать. Ну, смотрите, в принципе, я эту демку откачу. А я ему всего лишь сказал, чтобы он тише сделал шум на заднем фоне и все. Ну, у него маленький ребенок, типа, плакал, понял. А прапор, да, он вот такой человек, с ним надо разговаривать. И если так было, как ты говоришь, что там Оскали, там типа, начали. Санчес, ну, блин, это неадекватно. Зачем? Ну, потом его что-то выбесило. Смотри, Санчес сказал, типа, я долбоеб. А прапор ему говорит, типа, тише, тише, тише. Ничего ему не засчитал за это. Когда ему ответил так же, мне начали приписывать, типа, оскорбление администрации. Я говорю, а то, что ты оскорбляешься нормально? Ну, начинают обсуждать, типа, ему за это ничего не будет, потому что он оскорбил не админа. Я тебе говорил, то, что можешь писать жалобу на меня, и уже разберутся выше администрации. Нахуй писать жалобу, вот сейчас мы ее, мы ее сейчас разбираем. А мне сейчас интересно, Санчес, а вот смотри, где ты нашел, прям, тыкни мне пунктом правила, что оскорбление администрации. Просто ты так этим правилом руководишь, как будто ты его знаешь наизусть. Конечно, я же за него уже отлетал. Ну, когда, когда правила... А кто демку показал, ты? У тебя еще и обман администрации 5,9. Ты показал выгодную часть демки, которая будет как раз-таки выгодна тебе и твоему другу. Вот и все. А потом, после этого, я ему показал остальную часть демки. Да? Удивительно тогда, почему вы, сука, слепые, не увидели нихуя из того, что я сделал для того, чтобы его обезвредить. Интересно, блядь. Может, потому что стал на первом этаже? Да, веселый ужас, конечно, ребята. Эх, жалко, что прапор ливнул, я бы посмотрел его демку, где он показывает демку. Смотри, Санчес, ну, как Артур рассказывает, ты показал демку в выгодном положении. Как бы... Прапор тоже самое сказал, что показали ему демку. В принципе, вот сейчас, выслушивший Артура, да, я не нашел у него нарушений, если Мэйкот не умирал. То есть, как бы, он запомнил я лицо, его всего, ну, типа, всего запомнил. И, в принципе, кого ты еще арестовал, кроме Мэйкота? Потом я арестовал Крампуса за оскорбление госсотрудников. Там дело не в том, что я даже запомнил человека. Мне его и не приходилось забывать. Он никуда особо далеко не убегал. Он вышел вот так, понимаешь? Вот, предположим, тут порог, вот. Вот тут порог квартиры. Вот это территория квартиры. Я раз смотрю, он вышел вот так. Потом опять забежал и опять вышел. И до этого он уже светил оружием, наставлял специально на меня. И это на демке, если бы он нормально, хорошую, нормальную демку достойную показал, было бы видно. Они доебались до того, что я его не проверил на оружие, на лицензию и так далее. Когда я сказал то, что, слушай, а смысл проверять на лицензию, если чел, которого обвиняют в проникновении на чужую территорию, на тебя вот так в упор дробовик достает и направляет. И говорит теперь, типа, ну давай решай проблему. Ну, смысл мне что проверять? Разрешение на то, чтобы так делать? Бред. Но никто почему-то этого не послушал. А зато сейчас слушает стоит. Да, весело у вас, конечно. Но, смотри, у скрипки нарушений я не вижу. Абсолютно никаких. Он сделал все, в принципе, грамотно и никто не стрелялся. Потому что матезетес у них ФРП там расширены. Он может не бояться спокойно и убить его. Вопрос к вам, конечно, администраторам. Ну, это я уже, не знаю, шкиперу, например, отправлю. 7-1 тут, думаю, есть. Чик вам дало. 7-1 тут есть, думаю. Потому что он открыто говорил о том-то, что, типа, другу своему. О том-то, что, да нет, сейчас подожди, я его сейчас сам забаню. А зачем банить? За то, что от твоего друга заджайлил? Это мой друг, это раз. Во-вторых, это я говорил, что я не забаню, а сейчас решим конфликт. Да? В админ-зоне. Да? Хорошо. Я сейчас демку останавливаю, запускаю по новой, чтобы дальше фиксировать то, что ты несешь. Хуйню. Зайкину в джайл, я сказал. А можем, кстати, пойти, слушай, в дискорд. Я при тебе ее покажу. Мне не сложно. Да. Ну, потожди, я его сейчас нахуйю в джайл кину. А, все. Угу. Сейчас. Ну, я не буду просто так, понимаешь? Вот. И дальше они, типа, дальше всю жалобу, они мне начинают накидывать каждый по очереди, чтобы перебить тупо. А, рот, тише, сделай, пожалуйста. Рот, тише, сам, сука, сделай, на заднем плане. Рот, тише, на заднем плане, сделай перед тем, как разговаривать. А, ну, у тебя неадекватно все, понял. В смысле, блядь, неадекватно общение? Челс нахуи начал перескакивать. Ну, надо, надо. О чем речь? Я вижу. Выключи с наю сною ху... А, где санчет? Во. Выключи с наю сною ху... Блядь, долбоюб. Не надо, не надо. Нормально. Да я тебя в рот ебал, гнида. А он одамаживает тебя, стой? Нет, это аж админ-зона. Вот я ему просто ответ даю, и все, начинается. Да, да. А, я ко... Ой-ой-ой, оскорбление администрации. Ой-ой-ой-ой. Так, и что дальше? Хочешь я тебе откуп, да, 10 пиши? Слушай еще. Хочешь я тебе 10к дам и будешь дальше слушать до завтра, а? За оскорбление администрации. Да, они начинают, ну, зоопотреблять ситуацию, да. Ну и что я тут вижу? Ну, давай в игру. Давай в игру обратно. Так, Санчес, ты здесь? Санчес, а где Санчес? Хуесос на связи? О, супер. Смотри, Санчес, можно последнюю просьбу от тебя? Сделаешь мне автограф на трусах? Санчес, адекватнее, пожалуйста. Смотри, Санчес, а что я у тебя заметил? У тебя точно есть 3, 11? Это, да, я знаю. Перевод РП в нон-РП. Дальше, это демонстрация крана пойдет шкиперу, и скорее всего у тебя будет зафиксирован обман, потому что ты при мне говоришь, я хотел тэпнуть его в админ-зону, типа поговорить. Хотя ты там четко и ясно говоришь, я его сейчас сам заджамил. Так я не отрицаю, что я сейчас так сказал. Ну, это тоже пойдет. Я же после своих слов сразу же сказал, что я сказал, что джамил окей. И смотри, 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 дальше, смотри. Вы начинаете с прапором оскорблять, оскорблять получается. Пишанька, 7-4-2 у него за вот эту угрозу, типа его сейчас сам заджалю. Ну. А я его оскорбил один раз, а он меня сколько оскорбил, напомню. Я просто сказал то, что я сделал в реальной жизни, а тебя в рот ебал, гнида, и все. Ну, так, ну, роспись на трусах сделаешь. Так я сделаю, ты что-нибудь помни, только придумай. Времени еще до Нового года много, можешь пока попытаться. А с Нового года? Ну, смотри, а тебе, ты лижешь жопу ему? Нет, 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 а чё лижешь жопу? Неадекватное поведение и оскорбление, лижешь жопу. Смотри, я автограф на трусах не прошу, в отличие от некоторых. Понимаешь, я смотрю, я понимаю, что человек играет с говорилкой, и вы на него напали. Но как только это получается, ютубер, вы сразу такие, типа, да, я все признаю, я, типа... Да я в рот ебал скрипача, мне похуй, что он ютубер. Молодец. Это ты только сейчас решил сказать, да? Ты же за тех начал это все в шутку переводить, в клоунаду, потом еще наебать его пытался, но у меня, благо, демка есть, которую ты не хотел показывать, молодец. Хорошо, 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 пускай я понесу наказание, окей? Если он, по сути, неправ, то вы все равно сделаете так, что он прав, блядь. Как он неправ, давай, это же. Хорошо, в чем я неправ, давай. Покажи. В том, что ты сейчас сказал, что я, во-первых, ладно, насчет обмана можно еще сказать, окей. Ну, то, что я демку неправильно показал человеку, то, что я ему показал один отрезок, хотя вот, завтра зайдет человек, вот спросишь у него, окей. Когда ты его оскорбляешь, тебе ничего, прапор не делают, и ты сам себя не контролируешь. Какой первый оскорбил меня? Я с вами достаточно адекватно общался, пока мне не начали рот затыкать тупое, все. Прокоп не может ему ничего сказать, так-то он потом тоже наказание понесет. И я, бля, ладно, все, я молчу, говори дальше. Ну, что ты? Он не может, он ничего не может, ты понимаешь, печенька, он беспомощный. Он жалкий. Ты жалкий, ты жалкий кусок дерьма. Кто, бля, жалкий кусок дерьма? Из нас троих ты один, жалкий кусок дерьма, никчемного. Да, 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 хорошо. Продолжай оправдываться. Я не оправдываю, я говорю, что... Ну, ты сейчас пытаешься оправдываться, хуесос. Ну, я бы тебе так сейчас ответил, блядь. Ну, ответь, ответь. Не хочу. Ответь, тебе терять нечего, у тебя пермоадминобус. Это вот что... Не, он пока типа думает, что ответит, ну, вот что ты ответишь. Я не хочу оскорблять, во-первых, ни тебя, ни твоих родителей. В смысле, ты уже оскорбил. Повторно не хочу оскорбить. Повторно не хочешь? Почему? Потому что не хочу. Ты думаешь, меня оскорбит то, что ты сейчас выстришь? Ну, ладно. Самомнение на уровне, бездец. Чтоб меня какой-то чел, блядь, с Грисмода смог оскорбить. Охуеть. Немного, зачем Оскать, зачем вот это все было делать? Хуесос, потому что, господи, ты думаешь, мне что-то отдельное вытянуть из ответов? Можно, пожалуйста, по правилам я не буду молчать. Я не понимаю, что по правилам я уже, скорее всего, идти. Я не буду молчать и тебя слушать, я на твое мнение хуй клал. На то, что ты просишь. Блядь, а на всю твою жизнь хуй клал, можешь, пожалуйста, помолчать сейчас? Меня это так заботит, просто пиздец, ты не представляешь. Что обо мне думает Санчес из Грисмода, охуеть. Пожалуйста, подумай обо мне хорошо. Перед смертью я буду вспоминать именно тебя. Спасибо большое, я рад. Как я ебу тебе в горло? Знаешь, по демке я видел, как вы его душили, а по факту проигрыша таковы. Душили, что душили? Оскорбляли, типа притягивали, что он как бы к оскорблению админа, хотя сам оскол. Ну так правильно. Чтоб жизнь малина не казалась, чтоб не втыкал. Ну в итоге, жизнь малина не кажется у тебя. Чтоб жизнь малина не втыкала. Артура, а я в ролике? Определенно. Слушай, а с остальными, что в итоге дальше с ними будет? Типа, ну даже не обходится, а просто баном. Да, я просто возьму, позвоню либо куратору в дискорде, либо судокураторке и объясню им ситуацию. Когда я первый раз твои жалобы взял, я типа говорю, ну там Чеус говорил-ка, надо будет внимательно сушить. А когда я сюда тэпнулся, я прям попал на разгар, когда ты такой типа врубаешь, и такой, да я, ну и пошел, пошел. Гот оф вар рейдж мод, блядь. Ну да, все, ладно, давай, удачи тебе. Давай, удачи тебе тоже, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok